Не предлагаю, в том числе, в дальнейшей дискуссии вернуться к этому определению. Мне кажется, что все-таки, давая определение цифровой экономики, уважаемые эксперты несколько сузили ее понимание, свернувшись до даты. Но в формате термина экосистемы цифровой экономики они попытались так отыграть, чуть больше слов туда применить, но все-таки нам кажется, что это недостаточно качественный вариант. По нашему мнению, есть как минимум три уровня у цифровой экономики. Я начну с первого, с операторов цифровых платформ. Чуть дальше мы остановимся на этом поподробнее, что это такое. Но, по нашему мнению, именно цифровые платформы, можно их называть отраслевые, можно их называть сегментами рынка, и создают эту самую новую экономику с новой эффективностью, с низкими трансляционными издержками, с большим коэффициентом директивности и так далее. Для того, чтобы они появились, требуется специализированная роль участников. Можно это отнести к специализированным IT-компаниям, которые умеют работать в том числе в формате акселераторов, в формате консалтинг, который оказывает услуги самим операторам по проектированию платформ и по снабжению их необходимыми ресурсами, то, как аналитика, кадры, данные и так далее. И требуется как минимум третий уровень. Это архитектор экосистемы цифровых платформ. Тот уровень компетенции, который позволит разрозненные платформы объединить в единую работающую интегрированную экосистему. Это необходимо для того, чтобы каждый из участников любой из платформ получал максимальное количество value от всех процессов, которые автоматизированы не только в рамках его конкретной отрасли деятельности, но и являются просто отрасли, как финансы, логистика, торговля и так далее. Мы чуть позже остановимся тоже на этом моменте и проговорим. Вот Роберт Чейз достаточно красиво высказывалась про то же, почему цифровая платформа приходит на смену существующим системам разделения труда и в том числе транснациональным корпорациям. Компании быстрее учатся, быстрее адаптируются, быстрее растут. И именно это заставляет самых активных выстраивать в своих индустриях, в своих отраслях платформы, которые фактически гистрактят существующие рынки, подрывая существующие системы разделения труда. Еще один представитель MIT, который занимается этой проблематикой, выпустил пару книг. У него своеобразный, правда, подход, по нашему мнению, к цифровой экономике. Но ребята уже достаточно давно исследуют эту тему, выпустили много трудов. Мы со своей стороны тоже смотрим за их успехами, за их публикациями. Они предлагают вот именно такую простейшую архитектуру любой платформы, слой данных, слой технологической инфраструктуры и слой бизнес-процессов, выстроенный на платформе, и через него адресуют практически достаточно большое количество кейсов, разбирая там отдельные случаи, форматы и те самые экономические эффекты, которые получаются у операторов этой платформы. как минимум заслуживают внимания для того, чтобы погрузиться в эти деньги. Один из эффектов, который, по нашему мнению, действительно станет существенным в этой самой цифровой экономике, это значительное снижение количества стыльков. Можно по-разному относиться к этому тезису. Но мы считаем, что буквально несколько тысяч платформ покроет 90% всех рынков. Платформы обладают определенными свойствами, и эти свойства позволяют им фактически олигополизировать отдельно взятые отрасли, сегменты рынков и индустрии. Точное количество никто не скажет, но можно по-разному к этому числу подходить. Если смотреть на артефакты прошлого, можно использовать акват, как каталог видов экономической деятельности. Там на сегодняшний день порядка 3700, кажется. 2700 годовых. Но нам кажется, что речь идет в первую очередь на этой битве за будущее технологическое лидерство, о том, кто первый сложит условную тысячу платформ в своем экономическом контуре, тот и выиграет этот угол. Что нужно для того, чтобы в ней участвовать? Нужны компетенции, накопленные в экономическом контуре по IT. Нужно значительное количество компаний, умеющих строить сложные распределенные для пользователей автоматизированные информационные системы. Здесь я хотел сказать пару слов, что очень часто, дискутируя на эту тему, а кто у нас является представителем этих самых IT-компаний, часть людей, не участвующихся в IT-индустрии, считает, что это наши большие компании, типа Яндекс, Малуру и так далее. Им все согласно, они смогут справиться с этой задачей. Вторая часть считает, что это крупные интеграторы, особенно в компании, которые специализируются на господрядах, на строительстве больших сложных информационных системных государствах. По нашему мнению, и те, и другие не могут составить здесь значимую конкуренцию и роль. Требуется консолидация и кооперация большого количества участников IT-индустрии, и в первую очередь специализирующихся IT-компаний на отдельных технологиях. В основном это малые и средние коллективы, буквально, условно, от десятка до сотни человек, которые достаточно глубоко разбираются в конкретном технологическом стеке и могут участвовать своими компетенциями в одной, двух, трех, пяти платформах при ее создании. Они достаточно могильны, они достаточно договороспособны, они не пытаются доминировать над рынком, захватывая себе все подряд и пытаясь построить новую монополию на каком-то рынке. И одна из задач – научиться складывать эту кооперацию между подобными участниками рынка. Данные. На сегодняшний день уже у нас в России как минимум системы сбора данных, верификации, хранения, переиспользования существуют в достаточно большом количестве, но здесь все по-разному воспринимают и относятся к этим данным с позиции доступности, качества этих данных. У нас будет отдельный доклад на эту тему, и я думаю, что Александр здесь сможет нам рассказать чуть более подробно, где у нас на сегодняшний день уже сложность данных, которые могут быть, можно выразиться, топливом для быстрого создания платформ. И, ну, легче всего объяснять на примерах, приведу пример со SmartHead. SmartHead – это платформа по автоматизации деятельности письменных переводчиков с иностранных языков. иностранных, вот там, накапливая так называемые translation номеры, глоссарии, то есть уже существующие проверенные переводы, с каждым новым заказом переводчику, скажем, будем называть это искусственным интеллектом, система готовит черновид, и чем больше данных у нас есть в данной паре языковой данной тематике, тем более качественный черновик предоставляется системой переводчиков. И, соответственно, его трудозапрады на уже верификацию этого черновика, на его редактирование становятся значительно меньше. Таким образом, АИ включился как новый участник в разделении труда, и за счет увеличения глубины переиспользования данных помогает нам делать нашу работу более автоматизированной, легче, с меньшим количеством ошибок. На сегодняшний день те компании, которые уже вступили в эту гонку и пытаются создать индустриальные платформы, цифровые платформы, они исчисляются уже несколькими сотнями. Здесь на карте представлены их места обитания, но по нашему мнению, на самом деле существует только два сегмента. это Америка плюс Европа и это Китай плюс Индия и Юго-Восточная Альца. Силу того, что в итоге любые платформы европейские в основном финансируются в Речерной Америке в Перневой Долине, а проекты, которые более-менее быстро растут и представляют из себя технологический интерес, достаточно быстро получают в виде фаундеров китайские крупные корпорации, которые начинают устраивать свои предсистемы и начинают контролировать. Здесь они же уже по городам, по количеству капитализации, но такой прогноз по нашему мнению может состояться, если никто не предложит никакого существенного плана по созданию цифровой экономики в другом экономическом контуре, то есть естественным образом два этих экономических контура поделят между собой группы. Дальше я предлагаю перейти к понятию цифровой платформы и прошу Алексея выступить по этой части.